В эфире Амурского областного телевидения новости. В студии для вас работает Наталья Откачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Жилье социально незащищенных семей бесплатно оснастят пожарными извещателями. Не вся благотворительная помощь востребована в зоне СВО. Прохождение отопительного сезона на особом контроле властей. Первые туристические группы из Преамурья возможно отправятся в Китай весной. Губернатор Василий Орлов ответил на волнующие амурчан вопросы. Большинством голосов. Депутаты Благовещенской городской думы поддержали инициативу присоединения села Чигири к городу. Федеральная программа по отлову и стерилизации бродячих собак в Амурской области неэффективна, однако работа в этом направлении продолжится. Устранение цифрового неравенства в двух селах Белогорского округа установили современную вышку по обеспечению местных жителей высокоскоростным интернетом. А сейчас об этих и других темах более подробно. Реализация крупных инвест-проектов в Амурской области, прохождение отопительного сезона в аномальные морозы, 50-летие БАМа. Об этом и многом другом губернатор области Василий Орлов рассказал в ходе своей традиционной прямой линии с жителями региона. В этот раз она была немного короче, чем обычно, но зато прошла с огоньком. Юрий Камышный продолжит. В начале своей прямой линии губернатор рассказал об итогах своей командировки в Москву, где прошло совещание с полпредом в ДФО Юрием Трутневым. Один из вопросов, который на нем поднимался – реализация крупных инвест-проектов в регионе. Так в Амурской области будет развиваться предмостовая зона международного моста через Амур. По словам Василия Орлова, уже этой весной по нему может открыться туристическое движение между Россией и Китаем. Эта тема сейчас находится в проработке. Кроме этого, готовится строительство еще одного перехода из Сковородино в Махе, а также в Белогорске. Через несколько лет заработает крупнейший в стране завод по переработке сои. Напомню, что в этом году у нас урожайность общая составила в валовом сборе 1 600 000 тонн. Это рекорд. Обычно мы собираем 1 300 000, 1 200 000 тонн. Соответственно, завод на 500 000 тонн мощностью переработки. Значительную часть сои будет перерабатывать здесь на месте, создавая тем самым дополнительные места рабочие, налоги, добавленную стоимость и так далее. Поэтому этот завод стратегическое значение имеет. Площадка выбрана в Белогорске. Соответственно, этому заводу будет присвоен статус территории опережающего развития. Необычно начал разговор губернатор и о пожарной безопасности в деревянных домах в зимний период. Вот, смотрите. Он должен запищать. На то, чтобы приобрести порядка 4 тысяч вот таких пожарных извещателей, область выделит 7 миллионов рублей. Приборы в ближайшее время передадут многодетным и малоимущим семьям. Но губернатор призвал граждан при возможности в целях безопасности купить устройство самостоятельно. Эту программу в ближайшее время запустим. И начнем передавать такие извещатели тем категориям семей, которые я сейчас назвал. Но прошу не дожидаться. Значит, у кого есть возможность, приобретите самостоятельно, пожалуйста. Штука недорогая, штука очень полезная. Это проверено в других субъектах. На особом контроле правительства прохождение отопительного сезона в аномальные морозы, которые пришли в Амурскую область. Так в Райчихинске из-за ремонта котельной «Север», которая отапливает 160 домов и 3 детских сада, снизилась температура. Глава региона также рассказал и о проблемах, которые возникли у жителей гарнизонного микрорайона в Вожаевке, где запустили в работу новую котельную. Причины. Первая причина и главная – это неготовность сетей внутридомовых, то есть в подвалы, полные подвалы воды. И этим надо было заниматься в летний период. И времени для этого было достаточно. А если денег не хватало, то надо было об этом сказать. Мы бы нашли возможность профинансировать. Вторая причина – это жители, которые разбирают из батареи эту воду и пользуются ей в бытовых, так сказать, целях. Моются, моют посуду и так далее. Поэтому по факту вот эти 145 тонн котельная вынуждена поднимать насосами с холодной водой, снова доводить до определенной температуры, до 80 градусов примерно, и запускать ее в систему. Конечно, это требует и дополнительных расходов по топливу, и, конечно, это сказывается на температуре батареи. Отдельная тема прямой линии – спецоперация на Украине. Губернатор обратился ко всем, кто помогает нашим бойцам на передовой. В зону СВО нужно посылать только то, что указано в списке необходимых вещей. Он размещен на сайте регионального правительства. Узнать информацию также можно по номеру горячей линии 122. У нас бывает так, что бизнес отдельно направляет по заявкам, по телефону созванивается, направляет какие-то вещи туда, квадрокоптеры, прицелы различные и так далее. То, что просят. Здесь надо обязательно это с нами согласовать, потому что мы на прямом контакте с армией. Не все эти приспособления можно использовать. Они могут и опасность в себе таить. Скажем, их можно отследить, враг может это все отследить и так далее. Поэтому надо все это делать очень внимательно. В следующем году в Тынде намечены большие торжества в честь 50-летия БАМа. Василий Орлов рассказал, какие подготовительные работы пройдут в этом году. Нам надо завершить работы по улице Красной Пресни, с которой два года мэрия там толком не смогла ничего сделать. И вы знаете все последствия этих решений, бездействий и так далее. Дополнительно будет выделено еще финансирование на ремонт и восстановление улиц прилегающих, кроме Красной Пресни. Там надо завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Там будет проведен летом фестиваль муралов. И шесть муралов за счет спонсорских средств будет изображено. Здесь прошу жителей более активно поучаствовать, потому что от вашего мнения будет зависеть, собственно, что конкретно, в каких цветах, что именно будет нарисовано в тыне. Губернатор заверил жителей Заветинска, что вблизи их города больше не будут утилизировать удобрения, а также пояснил, почему этот процесс вызвал беспокойство у населения после того, как эту информацию распространили федеральные блогеры. Мы провели несколько независимых лабораторий лучших в стране, в том числе государственных и негосударственных. Приезжали, брали пробы, и там нет никаких веществ, которые бы представляли действительно реальная опасность. Поэтому еще раз повторяю, ничего там страшного нет, не переживайте, все это будет утилизировано подальше от Заветинска, просто чтобы народ, так сказать, не будоражил. Амурчане в ходе прямой линии попросили губернатора зимой носить шапку, на что Василий Орлов пообещал выполнить эту просьбу. В этот раз разговор главы региона с жителями продлился почти 50 минут. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. 26 января в Ивановке на котельной произошел сбой в работе одного из четырех котлов. По сообщению главы Ивановского округа Валентина Ольшевской, руководство теплоснабжающей организации договаривается о поставке высококалорийного угля, чтобы обеспечить теплом жителей села. Сбой произошел на самой крупной котельной из семи действующих. Она обеспечивает ресурсом 18 домов и один детский сад. Из строя на теплоснабжающем объекте вышел четвертый резервный котел. Его еще в декабре прошлого года запустили из-за морозов. Сейчас сломалась транспортная решетка, по которой в котел подавался уголь. Отремонтировать оборудование планируют в течение двух-трех дней. В первый день коммунального сбоя жалоб на холод в квартирах не поступало, отмечают в местной администрации. Эти аварии редко случаются. У нас за этот год не было никакой крупной аварии. И за прошлый год все стабильно, контролируемо. Нам всегда помогает Министерство жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области. Выделяют по нашим заявкам то, что необходимо, по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому вот такая авария нестандартная случилась, поломка котла. Но быстро применены все меры для того, чтобы это быстро устранить. Из-за низких температур с 14 по 22 января в Амурской области произошло 23 сбоя в системах водоснабжения и 6 на котельных. Трубы перемерзли в Михайловке Благовещенского района, Новокиевскому вале Мазановского района, микрорайоне Светлые, города Зея, в посёлке Серышево и село Ярковцы Октябрьского района. Водоснабжение везде восстановили оперативно. Это сообщается на сайте регионального правительства. Самой сложной этой зимой стала котельная «Север» в Райчихинске, которая отапливает почти 160 многоквартирных домов. Из-за поломки одного из трёх котлов в городе ввели локальный режим ЧС. Котёл ремонтируют. Средства на это выделили из резервного фонда Амурской области. Дано было поручение нам оперативно отрабатывать в этом направлении. Потому что по сроку службы пять лет назад котёл ремонтировался. Но мы сейчас параллельно разбираемся о причинах выхода из строя котельной обороны раньше нормативного срока. Не менее восьми лет этот котёл должен был отработать. Поэтому это будет в ходе проверки установлено. Причина либо некачественного материала, либо некачественная эксплуатация. Но сейчас я говорить об этом рано. То есть эту работу мы проводим и будем разбираться. Проблема бродячих собак особенно актуальна для регионов с малой плотностью населения. Найти хозяев для бездомных животных там непросто. По этой причине федеральная программа по регулированию численности безнадзорных четвероногих неэффективна и в Преамуре. Это подчеркнул губернатор Василий Орлов во время прямого эфира. При этом глава области отметил – работа по отлову собак в регионе ведётся. Так, до 150 бродячих животных ежемесячно будут проходить стерилизацию и чипирование в вольерах Благовещенского приюта «Горячие сердца». Новый статус и функционал организация получила благодаря гранту в 10 миллионов рублей. Подробности в материале нашего корреспондента Евгения Вдовенко. 10 миллионов рублей на модернизацию приюта для бездомных собак – сумма для Преамурья рекордная. Губернаторский грант зоозащитники получили благодаря тщательно расписанной программе. Есть федеральный закон, который регулирует содержание животных. И есть 785-е постановление нашего правительства, в котором тоже прописаны определенные требования. Их достаточно много. Они должны были все быть соблюдены. И мы прям писали по этим требованиям. Сложность была и в том, что всю сумму гранта надо было реализовать ровно за месяц. Чтобы успеть, к закупкам оборудования и строительству ограждений привлекли добровольных помощников. Сейчас на обнесенной забором территории более полусотни вольеров для содержания собак, полтора десятка изолированных карантинных загонов, плюс еще несколько мест в теплых вагончиках. Все сделали основное. Остаются такие работы, которые, например, повесить нагреватель, подключить плиты. Такая уже техническая работа. Основное все сделано. Вольеры построены, карантин есть, стационар есть, все есть. Территория огорожена у нас. Септик у нас есть, вода у нас есть. По условиям гранта, постояльцы приюта для животных будут проводить здесь лишь три недели. За этот срок они пройдут ветобследование, лечение в случае необходимости, стерилизацию и послеоперационную реабилитацию. То есть собаки отлавливаются, стерилизуются, чипируются, биркуются и возвращаются в среду обитания. Мы будем содержать все остальные процедуры. У нас медучреждения занимаются этим. Ну, в частности, кто выйдет там на аукцион, я не знаю. Чаще всего Дальгал выходит. Первые животные на стерилизацию по муниципальному контракту поступят в вольеры приюта уже в ближайшее время. Дата зависит от того, как скоро будет заключен договор на отлов бродячих собак. Собачьи приюты у нас два построены в Шамановске и Тенде. И еще один приют завершает строительство в Благовеченске. Здесь мы пошли чуть по-другому. Сценарий мы выделили грант для волонтерской организации. Мне кажется, это хороший опыт, потому что это люди действительно, которые хотят этим заниматься. Евгений Вдовенко, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Из 76 пунктов повестки 65 были связаны с внесением поправок и изменений законопроекты разного уровня. Причем правки носили технический или редакционный характер, а потому поводов для споров не возникало. Как правило, для вынесения решения депутатам требовалось даже меньше времени, чем спикеру регионального парламента на оглашение формулировки вопроса. Это технические такие вот правки, которые мы должны были внести во все законы, которые у нас имеются. Сути не касались, почему сегодня очень много вопросов, но мы их прошли очень быстро, потому что, в принципе, изменения в каждый закон одни и те же. Для примера среди подобных вопросов был законопроект о бесплатном питании для некоторых категорий учащихся лицеев при АМГУ и БГПУ. Услуга эта предоставляется, но законодательно оформлена не была. Законопроектом предполагается распространить показания меры социальной поддержки многодетным семьям в виде бесплатного питания один раз в день в дни посещения учебных занятий. Ряд предлагаемых изменений касался расширения перечня получателей льгот. В частности, депутаты облегчили процесс выкупа земли предпринимателям. Также одобрили закон о поддержке участников СВО. Все они используют различные меры социальной поддержки, по которым у них время от времени возникают разные вопросы. Вот принятие данного законопроекта позволит эти вопросы решать в первоочередном приоритетном порядке. Также были утверждены изменения в бюджет Амурской области. Речь о 649 миллионах рублей, призназначенных на возведение двух социальных объектов, строительство которых начнется уже в этом году. Строительство детского сада на 70 мест в селе Ивановка, Ивановского округа и строительство Центра культурного развития в городе Сковородино. Средства перераспределены с муниципалитетов на областной бюджет. Реализацией и строительством этих объектов будет заниматься ГКУ «Строитель». Евгений Вдовенко, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Территория Благовещенска может увеличиться более чем на миллион квадратных метров. Депутаты городской думы 26 января единогласно проголосовали за присоединение городу-части села Чигири. Теперь предложение направят на рассмотрение в администрацию Благовещенского округа. Речь идет о районе улиц Василенко и Воронково. Сейчас там поля и несколько гаражей. Жилых застроек нет. Всего город может прирасти на 177 участков. Тема смены статуса села Чигири обсуждается последние несколько лет. Расширение границ поможет вывести населенные пункты на новый уровень развития. Предполагается, что процесс будет идти в несколько этапов с обязательным проведением общественных слушаний. Присоединение участков, о которых говорят депутаты, это первый этап. Присоединение дополнительной территории к территории городского округа позволит обеспечить комплексное развитие территории, обеспечить ее коммунальными ресурсами, инженерными сетями, дорогами, отвечающими нормативным требованиям, общественным транспортом, за счет привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие города. Статус административно-политического центра Амурской области позволяет быстрее и интенсивнее привлекать средства федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов. Следующим этапом, по прогнозам, станет присоединение к Благовещенскому микрорайону Тепличный. Пока точных сроков не называют, отмечается, в этом случае процедура будет более длинной и сложной. На территории микрорайона больше 20 многоквартирных домов. Потребуются публичные слушания. Современная базовая станция для высокоскоростного интернета. Такая вышка появилась в селах Успеновка и Павловка Белогорского округа. Это стало возможно благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства. Интернет в этих двух селах появится в конце марта. Сейчас идут пусконаладочные работы. Новое оборудование с поддержкой 4G позволит сельчанам получить быстрый и качественный доступ во всемирную сеть даже в часы пиковой нагрузки. Подрядчик зашел в декабре 2022 года и обещают работу закончить к марту месяца. Мобильная связь нам очень нужна, потому что у нас плохая сотовая связь, на интернет люди не могут выйти. А сейчас в наше время это необходимость, потому что все у нас завязано на мобильной связи. В Благовещенском педагогическом университете прошла Всероссийская конференция. Ее посвятили основоположнику отечественной педагогики Константину Ушинскому. 19 февраля в России отметят 200-летие со дня его рождения. Дата совпадает с объявленным Владимиром Путиным в стране годом педагога и наставника. Константина Ушинского нередко называют учителем русских учителей. Именно он еще 200 лет назад разработал основные принципы педагогики, которые используют в современном образовании. Конференции, посвященные выдающемуся педагогу, проходят по всей стране. Сейчас в наше сложное время, если будет только обучение без воспитания, мы получим очень страшное поколение. У Дмитрия Ивановича Менделеева есть фраза «Обучение без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». Так вот, заслуга Константина Дмитриевича Ушинского в том, что он не разделял эти вещи. Он не разделял детей по сословиям. Он не разделял воспитание и обучение. Он создал вот тот комплекс педагогической науки, который мы сейчас впитываем в себя в стенах педагогических вузов. 26 января с самого утра в центральной части Благовещенска были слышны взрывы петард и хлопушек. Так шумно продолжают праздновать Новый год наши соседи – жители Хэйхэ. 26 января у китайцев пятый день наступившего Нового года по лунному календарю. Наши соседи уверены, что именно в это время родился бог богатства. У китайцев весь Новый год расписан. С 21-22 они праздновали в составе семьи внутри. На следующий день они идут в храмы молятся, богам приносят какие-то тоже подарки. Затем еще что-то принимают гостей, идут в гости. А вот пятый день – это как раз взрывают петарды на удачу. Вот если мы 21 прибавим 5, будет 26 января. Как раз сегодня, вот сегодня они бахают петарды, чтобы у них была удача весь год. 5 февраля в Хэйхэ состоится шоу фейерверков. Посмотреть его смогут гости и жители Благовещенска с набережной Амура. Красочный салют будет греметь 30 минут, начиная с 20.00. Как сообщает администрация областной столицы Приамурья, Хэйхэ подарит фейерверк жителям двух приграничных городов в честь китайского праздника фонарей. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин